Впервые за последние 10 лет в Плёском музее заповедники открывают межрегиональную экспозицию. Случай особый. В этом году исполняется 190 лет великому русскому драматургу Александру Островскому. В качестве подарка зрителям в выставочном зале музея ставят моноспектакль. Герои неожиданно не островские. Мы решили, что подарить театральную постановку нашим гостям будет вполне логично. А то, что большая часть пьес Александра Островского посвящена любви, это дало нам возможность протянуть некую ниточку между историей любви Есенина и Дункан. Тем более, что этот моноспектакль вполне возможно переместить в пространстве и показать на Плёской площадке. Живописные тюды, театральные костюмы, макеты и эскизы. Это уникальное собрание из фондов музея-заповедника Щелыкова решили совместить с коллекцией театральной жизни Плёса рубежа веков. В 1900 году в городе на Волге появилась любительская труппа, которая долгое время ставила только Островского. В дачный сезон в Плёс стекалась творческая интеллигенция, в том числе и заслуженные артисты России. Теперь вещи театрального реквизита стали музейными экспонатами. Шляпка эта, она действительно театральная. И люди, которые её передавали, они говорили, что её использовали во многих спектаклях. И можете себе представить, что эту шляпку мы тоже до сей поры в наших театральных постановках музея используем. Вот недавно у нас была постановка в музее Левитана, когда мы делали презентацию выставки юбилейной Софьи Петровне Кувшинниковой. То есть это тоже, знаете, традиция, которую мы бережно храним. Этот театральный костюм называют настоящей изюминкой сегодняшней экспозиции. В нём Фаина Шевченко, известная актриса МХАТа начала 20 века, играла роль Гурмышской в спектакле Островского леса. Борис Кустодиев, мастер русского модерна, был по-настоящему впечатлён красотой этой женщины и перенёс её образ на одну из своих знаменитых картин. Художник, получивший известность благодаря серии полотен с обнажённой красавицей, в своё время стал одним из первых театральных художников. О необходимости этой профессии не раз говорил и сам Островский. Он очень много работал для театра, оформлял постановки, в том числе и Островского. Он оформил порядка 15 спектаклей по Островскому. Художник в театре – это фигура не менее значимая, чем режиссёр и актёры. Потому что от того, как оформлен спектакль, зависит эмоциональное восприятие зрителя. От того, как сошлись видения с постановки режиссёра, художника, игры актёров, зависит успех спектакля. А успех этой выставки зависит полностью от зрителя, желающего не только погрузиться в театральную атмосферу 19 века, но и познакомиться с историей своей страны. В Плёсе и вообще в Ивановской области есть очень богатая культурная жизнь. Я должен это сказать, потому что я не всегда жил в России, в области. Я родился во Франции. И я вижу, что есть очень интересная культурная жизнь и в Иваново, и в Плёсе, благодаря этих людей, которые занимаются культурой. Вот что я хотел сказать. Мы с удовольствием смотрим все эти выставки, конечно. Мы богаче от этого. Культурно обогатиться ивановские зрители смогут уже в конце сентября. Вслед за выставкой художники Островского откроется новая экспозиция. Она станет итогом Международного пленера России-Италии. Нина Сардейска, Анастасия Николаева, Алексей Гарин, РТВ Иваново.